Мы с Николаем уже седьмое или восьмое у нас совместное выступление. И как-то так случилось, что я раньше обходил, ну очень так, немножко делал песенную заранскую тему. И вот в этот раз ко мне обратились ребята заранее, просили поподробнее осветить эту тему, что я сейчас и постараюсь сделать. В Исламской Республике Иран я отработал три командировки, с 97 по 98 год, потом с 98 и 99, в среднем там 3,5-4 месяца. И заключительное для меня было в 2001 году, как раз когда бомбанули эти американские небоскребы, 11 сентября, 13 сентября я заезжал в Иран. Надо сказать, что очень остались теплые впечатления об этой стране, о людях, которые несмотря на всю эту тяжелую ситуацию, особенно когда уже бомбили Афганистан. И у нас была некоторая тревога по поводу того, что сначала, значит, чтобы америкосы не по соседству не долбанули так на всякий случай. Либо они, либо, значит, персы, думаю, начнут там неверно им не понравиться. Вот, какие-нибудь на национальной, вернее, на основе веры там начнутся. Ничего подобного. Очень было по-прежнему такое же доброжелательное, искреннее отношение. В магазинах приглашали, там угощали чаем. В автобусе дедушки подвигались и уступали местные, ну, в смысле, рядом с собой садитесь. И, в общем, там было хорошо, даже когда везде было плохо. А еще до того, как я туда заехал, у меня уже появилась мысль, что если я попаду туда, у меня уже мысль была, что альбом будет называться «Иранский дневник». Вот. Ну, и поэтому начнем с начала. Я в первый раз, а подождите еще секундочку. Не, ну, это оживляет концерт. Дело в том, что вот после этой песни, я потом в интернете видел, значит, там обиды на меня, что вот я написал там, если с гитарой застанут, могут посадить Зиндан, что на самом деле в Иране играть на гитаре. Ну, там много, на самом деле, талантливых музыкантов, гитаристов, в том числе. Во-первых, песня, когда вот сочинялась, вообще не думалось, что это будет там куда-то там на широкую публику выходить. Это было так для своего круга. И имелось в виду, что если с гитарой застанут, ну, значит, это где-то мы посидели, где-то мы употребили. А Иран, значит, страна с сухим законом. И вот в этом плане. Ну, и там было, конечно, много таких преувеличений, шуточных для своего круга. Поэтому я понял, что надо быть гораздо более ответственным и на что-то сочинять. Я в первый раз попал в раны, кручу башкой, как бараны. Куда ни глянь, тут всюду новые ворота. У них совсем не как у нас, и все, что вижу я сейчас, я запишу, чтоб не забыть потом чего-то. Я с непривычкой между дел, сначала просто обалдел. Впервые в жизни, в настоящей загранице. У них совсем другой расклад, у них совсем другой уклад. У них язык совсем другой, и даже лица. У них и год совсем другой, и месяц в осени такой. У них тут в пятницу зачем-то воскресенье. И непривычно, что вообще нигде не встретишь алкашей. И правил нет у их дорожного движения. И нет разбитых фонарей, разбитых окон и дверей. Живут так скучно, и никто им не поможет. У нас бы сейчас шары залил, и сам себя развеселил. И берегись потом, товарищи, кто может. Тут не нужны зимой пимы, и бабы, то есть ханумы. Все как монашки в черном, бабки и девчонки. И жалко мне без дураков, а барьеров мужиков. Здесь с менюками, однако напряженка. Исламский фундаментализм, фундаментальный исламизм. Зачтут, пожалуй, даже более марксизма. Но так как водку пить нельзя, порой встречаются друзья, Которым им очень грустно без социализма. Я не алкаш, нет ли меня? Не пить четыре слишком дня совсем не трудно. Я терплю, читаю книжки. Но так, чтобы не пить совсем, То тут, конечно, скажут все, Эли, мам, но только это будет слишком. И непонятно стало мне, Как в этой странной стороне Наш самолет в России создан и летает. Да тут же все наоборот, И пишут сзади наперед, И, между прочим, точно так же и читают. Я езжу только на такси, Хотя, конечно, пока что на фарсине в аниме, Но это ничего не значит. Ведь объяснил мне друг Толян, Для этих персов мусульман. Теперь ты, мистер, понял, А не хрен собачи. Я понял, мистер, а не хрен, Но сразу столько перемен, Что на душе тоскливо было и тревожно. Потом, когда озноб прошел, Я все же к выводу пришел, Что жизнь здесь можно, Нужно только осторожно. Под одеялом водку пью И песни шепотом пою, Ведь если вдруг меня с гитарою застанут, То халабан, не халабан, Не долго угодить в зентан, А там, глядишь, еще Коран учить застали. А мне зачем учить Коран? Я не мигди, не мран, И у меня мушкелей без того хватает. Не нужно мне второй жены, Ждут папку дома пацаны, А их Коран еще и сало запрещает. Не нужно мне второй жены, Ждут папку дома пацаны, Опять же, как прожить без сала, Я не знаю. Ну, для расшифровки, Халабан это летчик на фарси, Мушкель проблемы, Что там еще? Зиндам тюрьма, да. Вот, поскольку страна с сухим законом, Но, тем не менее, на второй день пребывания там, В гостях у местного аборигена, скажем так, Мой друг Толян меня туда к нему привел. Мы очень хорошо там посидели, Но очень хорошо. Особенно он. И вот он, кстати, Он был Сын, Не то что репрессированный, Немаленько по-другому, То есть его родители Были как раз последователями Вот этого учения Маркса, И он тоже. И вот они испытывали эти притеснения, А вот мы когда посидели так хорошо, Он так говорит, Ну вот, ну скажите, Ну социализм, это же хорошо, Ну почему вот, Чего вам не нравится-то в нем? Зачем вот вы устроили себя, Вот это были 90-е годы, да, То есть перестройка все. Ну хорошо же, вот все там равны у всех. Ну, Ничего было как-то ему даже возразить. Ну вот, А поскольку я на самом деле был сильный Первый раз в Иране, Это первая моя была за границей, Следующая песня на эту тему. Когда меня туда послали, Куда не гнал, Макар, телят, Все дома так переживали, Ведь не в Луневку, А в Машкады сам я тоже сомневался, Ведь это все не на два дня, И я бы, может, отказался, Была квартира у меня, Но вот, покинув папу с мамой, Детей оставив на жену, Я двинул в сторону Ирана, В совсем чужую мне страну, И очутился я в Машкаде, Бузор, Мателе, Тургабе, Где горы спереди и сзади. Но в общем, ничего себе, Здесь проживают халабаны, Из разных русских городов, Они летают по Ирану, Где не пасет макар корот, Здесь непочатый край работы, По перевозке мусульман, Я дома был простым пилотом, Теперь я тоже халабан. Когда же вдруг часы досуга Нам выпадают невзначай, Мы ходим в гости все друг к другу, И пьем, конечно, только чай, Здесь нет спиртного в магазинах, На женщин можно лишь глядеть, Легко забыть, что ты мужчина, И очень трудно похудеть. Но, в общем, здесь совсем не страшно, И не кусается никто, И хоть скучаем по-домашним, Но все окупится потом, Дела у нас не так уж плохи, И нет причины горевать, Да вы спросите хоть у Лехи, И Леха мне не даст соврать, И Леха мне не даст соврать, И Леха мне не даст соврать, Леха мне не сдал соврать, он сейчас сидит в этом зале, мы с ним две командировки были в этом зале. Ну, конечно, это он тогда был, Леха, сейчас уважаемый, ну, он тогда был уважаемым человеком, просто, ну, ладно, я думаю, вон, я имею в виду. Ну, да, на самом деле, вот, командировки-то были в 90-е годы, когда проблемы были с деньгами, с зарплатами и геранскими, командировки были, значит, реальная возможность заработать на квартиру, там как-то еще что-то, у каждого была своя программа. Вот. И на эту тему как раз следующая песня. Мало того, что зарабатывали деньги, еще и везли из Ирана всевозможные там сантехнику, мебель, там фарфор, фарфор, кафель, то есть у нас тогда ничего не было. Если кто сюда приехал от тоски и ради смеха, то, признаюсь откровенно, это был совсем не я. Если честно, между нами все мы едем за деньгами, хоть у каждого программа исключительно своя. Салям, Хадапис, значит, здравствуй, до свидания, то в захиданиях, то в Абаданиях, и жизнь похожа на полетное задание, и всех к Хадапису готовятся заранее. Здесь спокойная работа, и проблем совсем немного, здесь морально отдыхаешь от дорог и дураков, и экзотики хватает, только все надоедает. Салям, Хадапис, значит, здравствуй, до свидания, то в захиданиях, то в Абаданиях, и жизнь похожа на полетное задание, и всех к Хадапису готовятся заранее. Салям, Хадапис, значит, здравствуй, до свиданиях, то в Абаданиях, и жизнь похожа на полетное задание, и всех к Хадапису готовятся. Салям, Хадапис, значит, здравствуй, до свиданиях, и всех к Хадапису готовятся заранее. Спасибо. Командировок в этих вранских было много, как сказать, групп с разных городов, там, Братска, Читы, Новосибирск, ну, они постоянно менялись. Там встречались люди, которые когда-то вместе учились, там люди знакомились в первый раз, и эта дружба потом продолжалась на послеиранские времена. В общем, хорошее время, приятно вспоминать. И очень там красиво, конечно, там высокие горы, белоснежные вершины. В стране, где все есть, но на всех не хватает, в исламик, репаблик, Иран. Там в небе воздушном полеты летает Иран, Иртур, Халабан. Он родом из Омска и Новосибирска, Челябинский он из Братчан. От дома родного уехал не близко Иран, Иртур, Халабан. От дома родного уехал не близко Иран, Иртур, Халабан. Он разнык по возрасту и по натуре, он трезв, если только не пьян. Без вредных привычек, но пьет он и курит Иран, Иртур, Халабан. Без вредных привычек, но пьет он и курит Иран, Иртур, Халабан. Зовут его Петя, а может быть Вася, Андрей и, конечно, Иван. За доллары он поработать согласен, Иран, Иртур, Халабан. За доллары он поработать согласен, Иран, Иртур, Халабан. Он разный на внешность и разный по сути, он трезв, если он очень спокойный и буян. Без отдыха может работать по суткам Иран, Иртур, Халабан. Без отдыха может работать по суткам Иран, Иртур, Халабан. А дома его ждут жена и детишки, отец, мать, сестра и братан. И думают, что заработался слишком Иран, Иртур, Халабан. И думают, ты заработался слишком Иран, Иртур, Халабан. Мы выполняли рейсы из Ирана на Джиду. Мы возили паломников, джидуи, джиды 40 километров до Мекки. Они шли пешком и осуществляли хадж. И совершали, правильно сказать, хадж. После чего их называли, они получали почетное звание хаджа. И пользовались огромным уважением. Часто целое селение какое-то специально копило деньги для одного человека, чтобы тот или нескольких особо уважаемых избранных, которые могли совершить этот хадж. На эту тему две песни. Вот мы когда прилетали туда, к джиду, в Саводовскую Арафию, там вообще, мне вот пришла строчка в голову, и светит надо мной в черном небе незнакомая звезда. Я когда приехал, дома спел, у меня сын старший учился туда, ну, в классе шестом, наверное, он мне сразу говорит, пап, а че там это джида? Она что, в другом полушарии? Потому что в нашем полушарии звезды все одни и те же, а в соответственном южном мылое, молодец. Пришлось строчку переделывать. И светит в небе темный фиолет, вам какая-то звезда. Ну, это так. Это чтобы что-то говорить, чем что-то рассказывать. Саудовской Аравии под Новый год в тени плюс двадцать семь. А дома у меня сейчас все минус двадцать семь в тени. На ёлках зажигают новогодние огни. А дома запужило, замело, А дома все снегами занесло. Трещат морозы, молчат березы, И все белым-бело. В Саудовской Аравии совсем в другое время Новый год. И не похож на Толмачева, Кинг, Абдул-Азиз, аэропорт. Про снег и про морозы здесь, похоже, не слыхали никогда. И светит в небе темно-фиолетовым, какая-то звезда. А дома запужило, замело, А дома все снегами занесло. Трещат морозы, молчат березы, И все белым-бело. А дома, дома дети и жена, А дома ждут, когда придет весна. И все вернется, и жизнь начнется, Очнется ото сна. В Саудовской Аравии под Новый год не холодно совсем. В Саудовской Аравии под Новый год в тени плюс 27. А дома у меня сейчас все минус 27 в тени. На югах зажигают новогодние огни. На югах зажигают новогодние огни. Надо опять отдать должное. Хотя в Иране это Новый год совсем другое время. И там другие у них правила отмечания в марте. Это связано с аквариумными золотыми рыбками. Но тем не менее у нас на Новый год, Это обязательно на 31 декабря, 1 января, Это елка украшенная. Это значит, ну какие-то там тортики. То есть всем экипажам от администрации, от гостиницы. Там очень теплые отношения. Ну тем не менее все равно по дому доскучали. Хоть там и было очень хорошо. Я не знал о том, что можно заскучать По мелочам, обыкновенным мелочам, По тем, что прежде никогда не замечал. А вот сегодня от чего-то заскучал. Я заскучал по скрипу снега под ногой, По дыму в небе над соседской трубой. И по стеклу окна в узоре ледяной, И по теплу, когда с мороза входишь в дом. Я заскучал по ожиданию весны, Еще по шорохам, что в комнате слышны, Когда порой мне не спится по ночам. Я заскучал сегодня, крепко заскучал. А в Машкаде теплый дождь в январе, А потом вдруг мокрый снег не с того. Все засыпал и отложен наш рейс, И, скорее всего, отменят его. А я опять сегодня видел во сне Пацанов своих и старый наш дом. Ну и, конечно, заскучал по жене, Это, видимо, иранский синдром. Я потом, когда приеду домой, Расскажу тебе, как жили мы тут. Про персидский, про залив голубой, Про сорин, где апельсины растут. Фотографии тебе покажу, Где Машкад и наш отель Тургабе. И про многое еще расскажу, Если будет интересно тебе. И про многое еще расскажу, И знаю, будет интересно тебе. Еще одна песня на тему хаджа, да? То есть, когда выполняли хадж, И люди ехали в аэропорт, Провожали тех, кто отправлялся сюда. Это совершенно такое фантастическое, Несколько даже пугающее зрелище. Там машины просто загружены народом, Демонстрации, Даже на стойке, Например, песни под крылом, А на стойке шасси там Резали барана. Свежая кровь, это у них обычай, Это обязательно. И потом, когда в джиду прилетаешь, Что же там три полосы, И летит один самолет, Второй самолет, То есть мы слышим даже гол турбин, Самолеты вместимостью там По 200-300 человек, Полные паломников, Мне штурман говорит, Хочешь, говорит, увидеть целый самолет Стариков хатабочек, Говорит, выйди в салон, Они там все в челне, там все. Ну, хатжи было вообще два, Большой и малый, То есть по весне большой, Но они там сдвигаются еще по времени, А во время малого, Иногда особо предприимчивые люди Сомещали полезное с еще более полезным, То есть они выполняли хатжи, И там еще закупали там Кое-какую аппаратуру для того, Чтобы по их магазинам Реализовать. Вот, все рассказал, Теперь поем. А, ну, значит, Песня называется Парвас Джидэ, То есть перевод, Парвас это рейс на Джидэ, Соответственно, Джидэ, Рейс на Джидэ. Немножко там не Парвас Парвас, Но ради этого Красного Слодца пришлось изменять. Нам в марте и апреле Не поболеть похмелье, И будет киснуть зелье, Но то не наша плашь. Нам в марте и апреле Почти не до веселья, Ведь как лосось на нерест Павломник прет на хатч, Парвас Джидэ. Зачитанный Коран И под крылом Зарезанный баран, Парвас Джидэ, Ликует весь Иран, И нам пора. И валят косяками На Джиду и крафты, И может был неправ ты Усмешку затаив. Когда летишь на Джиду, Не упускай из виду, Что там такой персидский, По трассе есть залив, Парвас Джидэ, Советний Тегеран, Парвас Джидэ, Ах вас, Абадан, Парвас Джидэ, Мечта всех мусульман Из разных стран. Затарившись товаром, Чтоб дома сдать с наваром, Чтоб хадж прошел недаром, Летят они назад. Цветами их встречают, Целуют и качают, Хаджами величают, Почти богатворят. Парвас Джидэ, Особая статья, Олег Умас, Салам, Саудия. И не забудет, Кто летал хоть и раз, Джидэ, Парвас. Почти не вынимая Себя из самолета, На время забываем Про прочие дела, И только успеваем Просольные пота Стирать свои сорочки И бренные тела. Парвас Джидэ, Горячая пора, Парвас Джидэ, С утра и до утра, Парвас Джидэ, Сегодня и вчера, И завтра Парвас Джидэ, Зачитанный Коран И под крылом Зарезанный Баран, Парвас Джидэ, Ликует весь Иран И нам пора. Ну и, наверное, Сушу на эту тему. И в этом была Заключительная песня. Опять же, Называется Ты помнишь Алеша? Опять же, Обращена Алеша, С которым мы Работали вместе. Мы и жили в одной комнате, И летали в одном экипаже. Вот, и до сих пор У нас с ним Очень хорошие отношения, Он очень хороший друг. Я ему благодарен За очень многое, Что он для меня сделал. Ну и просто за то, Что с ним приятно общаться, За то, что мы друзья. Ты помнишь Алеша, Как в небе Иранщины Ковали мы Скромный валютный запас. Как как тигранщины, да, А подальщины Летали с тобой Мы количество раз. Летали большое Количество раз. И было немало Сперва непривычного Для наших различных Видевших глаз. Но все-таки экзотичное И необычное Давно уже стало Привычным для нас. Давно уже стало Привычным для нас. Ислав, Иранщина, Это тебе не смоленщина, Не нужно усилий, Чтоб это понять. О том, как любили нас Местные женщины, Увы, никогда нам С тобой не узнать. Хотя интересно, Чего там скрывать? К смертельным грехам По исламу причислено С неверными связь. Но и Богу не раз С улыбкой такой Шаловливо, двусмысленно И смотрели на нас Мисс Агдас и Маханас. Смотрели на нас И Агдас, и Маханас. А мы, изнывая От непланомерности Коротких побылок К далеким родным Служили примером Супружеской верности Исправно скучая По жопам своим Исправно скучая По жопам своим Мы много работали И отдыхали Нам есть чего вспомнить О чем промолчать Не раз собрезание Мы испытали Когда приходили Деньгу получать Странно мусульманское Что тут сказать Но тот, кто не мог спать Измучен вопросом А где бы еще бы У нас отхватить Прости нам Ведь мы с тобой Не из гундосов А может быть просто Им не на что жить Кто знает Быть может Им не на что жить Зато мы припомним С тобой И не раз Еще про Раш Тегеран И про Бандарабас Ты помнишь Алеша Как в небе Ранчины Ковали мы Скромный Валютный запас Ковали мы Скромный Валютный запас Бурунга Халы поймут Халабан Порвать Дышь нас Бандарабас Тегеран Ширас Это как будто бык По фарси говорю Спасибо Это, наверное, вас немножко Замучило ранее Ну все, сходище Николай Анисин Редактор субтитров А.Семкин